Это в Википедии определение коронавирусной болезни. COVID-19 это аббревиатура, сокращенное название, которое тоже используется. Пока не было тестов, то о коронавирусе у людей можно было только предполагать, хотя у животных ветеринары давно уже прививали и существовали вакцины от коронавирусов. Но лично мне не хватает еще экспресс-тестов на аденовирус, гемофильную инфекцию, тоже респираторное заболевание, хотя вызывается бактериями, респираторно-синтетиями, это уже если быть прям такими последователями, то хотелось бы видеть тесты и при других заболеваниях, которые проявляются с респираторными симптомами. На сегодняшний день вот у нас есть коронавирус и грипп типа А, типа Б. Собственно, не было тестирования, не было заболевания. Хотя вот такие непонятные случаи с симптомами гриппа, я помню, что в октябре 2019 года было достаточно в большом количестве, но при этом с отрицательными тестами на грипп. Дальше помню, конец декабрь 2019 и январь 2020, вот основное, то есть забитость стационаров была максимальна за все эти периоды. И в 2021 году, октябрь тоже, были действительно, стационары действительно были полные. А вот то, что происходило в апреле 2020 и дальше, то это больше было похоже на панику, неизвестность. И в связи с этим много негативных последствий. Потом уже начали говорить о различных штаммах вируса SARS-CoV-2. Он омикрон, альфа, бета, гамма, дельта. Но лечатся все эти заболевания, коронавирусная болезнь, как вирусное заболевание симптоматически, потому что теологического препарата до сих пор не существует. Из противовирусных препаратов с доказанной эффективностью есть только ацикловир и его производные, которые успешно лечат герпетические заболевания с герпетической этиологией, ветряная оспа, простой герпес, опоясывающий лишай и другие герпетические инфекции. Все остальные вирусные заболевания теологического лечения не имеют. Препараты, которые предлагаются, они имеют недоказанную эффективность. Как правило, это экспериментальные препараты на сегодняшний день. Ну и что говорится в протоколе лечения коронавирусной болезни. Последнее ее обновление 16 ноября 2022 года. В лабораторной диагностике данное заболевание используется для скрининга экспресс-тесты на антиген. Дальше, если тест отрицательный, а симптомы есть, делается ПЦР-тестирование. Если симптомов нет, вернее, если симптомы есть, экспресс-тест на антиген позитивный, все равно нужно подтверждать ПЦР-тесты. Если пациент госпитализируется, в домашних условиях он амбулаторно лечится, то подтверждать ПЦР не обязательно. От тестов на антитела в лечебной практике практически отказались. Они используются только для того, узнать, переболел человек или нет. Но для вакцинированных от этого заболевания пациентов они смысла особого не имеют. Лабораторная диагностика, помимо общих исследований, всем известных, общинализов крови, обязательно делается коглограмма с включенными туда додимер, еще нужно делать ферритин, СРБ, естественно. Рентген или КТ в дубной клетке, в каждом конкретном случае решается целесообразность нагрузки с компьютерной томограммой. Как правило, достаточно рентгена, потому что при КТ будет намного больше облучения. Количество срезов, которые сделают, снимков, можно умножить на облучение при рентгене. То есть КТ намного больше будет нагрузка на пациентов, ионизирующего облучения. То есть количество виверт при рентгене и при КТ в разы отличается. Тут рассказывается, как берется назофрингеальный мазок. Зонт в нос вводится на 2-3 сантиметра, зонт в 2, в зависимости от того, какого размера нос. И вот эти все страшные видео, конечно, это все кошмар, который... Вот как выглядят экспресс-тесты на антитела. То есть если капается кровь, то, соответственно, идет поиск антитела, потому что антитела плавают у нас в крови. Антиген находится на слизистых. Но эти тесты уже не используются. Если используется не сыворотка, а цельная кровь, то обязательно вот вторая лунка добавляется в буфер, потому что иначе кровь просто затрамбирует бумажку, по которой должна протекать жидкость до зоны контроля. Вот. И тогда использовать будет... Можно будет просто выбросить тест. Вот тест на антиген. Сюда уже капается та жидкость, в которой находился зонт с назофрингальным мазком. Вот здесь положительный тест на антиген SARS-CoV-2. И рекомендуется исключать другие заболевания. Вот это тест на грипп типа А и Б. Здесь положительный тип А, он уже снулся, плохо видно. Но зона контроля одним цветом и еще два цвета, отдельно тип А и отдельно тип Б. Ну, а вот как классически выглядит анализ крови общий у людей с коронавирусной инфекцией. Это лимфопения и нитрофилез. Сейчас вот, чтобы было хоть что-то видно. Лейкопения будет где-то к концу второго дня. В первый день особых изменений в крови еще не будет. Но к концу второго дня однозначно будет картина при коронавирусной инфекции такая. Вот здесь вот первая лента 2,97 лейкоциты и гранулоциты. Ну, здесь это, наверное, еще пока что... В общем, немножко тут немножко не так характерно. Но лейкопения характерна в совокупности с симптомами. И здесь, по-моему, ЦРБ отрицательный. Да, то есть, что подтверждает вирусную инфекцию. Поролее с лейкопением. Здесь лейкоциты вот 3,5. Гранулоциты 61,6. ЦРБ тут не делали. Еще. Это все разные люди. Лейкоциты 3. Гранулоциты 69. Палочки 13. Сдвиг влево идет. Формулы. Моноциты 17 тоже не очень хорошо. ЦРБ не делали. Вот еще четвертый. Гранулоциты 3,89. Гранулоциты 63. И тоже левый сдвиг 16 палочек. Тоже моноциты, что не здесь хорошо. И отрицательный ЦРБ. Ну и что, к чему, в общем-то, пришли. Сейчас гастроэнтерологи уже бьют тревогу по поводу вот этих экспериментальных препаратов, которые достаточно гепатотоксичные. Вот второй снизу абзац. Лекарственные повреждения печени в рамках прямой гепатотоксичности и иммуноопосредованного происхождения. То есть, если у человека уже изначально были проблемы с печенью, эти препараты приводили к очень негативным последствиям. И первое, что нужно проверять в данном случае, это два таких биохимических показателя. Это защищенная фосфатаза и ГГТ, гамма-глутамилтрансфераза. Ну и ЛТС-Т тоже. Вот тоже препараты с доказанной гепатотоксичностью. Сюда, кстати, можно отнести и парацетамол в больших дозах. Тоже имеет соответствующий диагноз по ростомологии гепатит. И бупрофен, кстати. Ну, нефротоксичный препарат тоже. Об этом многие забывали. Прошу Олександра Борис-Антеновича. Я анонсовала вчера. Его доколедь очень интересная. Она будет посвящена самым ядрогенеем. Она с вами в работе с медикаментами, которые мы призначаем нашим пациентам. Власне, токсичный препарат обумовленный использованием леков. У нас, конечно, тема актуальна. Особенно она была актуальна в пандемии. Правда? Потому что мы могли просто через одного. Если не пить, пожалуйста. Ну, вот реестр лекарственных препаратов для экстренного применения. Сейчас у нас имеются раз, два, Джонсон, векторная вакцина, инактивированная, еще одна инактивированная. И вот два препарата уже для лечения. То есть, слава Богу, вакцин все меньше и меньше. Сейчас я хочу просто показать. Такой препарат, всеми любимый. Препарат Тамифлю. Что очень интересно, она сзараживает срок годности кавсу. Азельтамивир есть еще в порошке для приготовления суспензии. Но вот именно кавсулы. Срок годности 10 лет. Довольно странно. Возникает вопрос, что у нас за препараты, которые могут храниться 10 лет. Ну, применяется Тамифлю только при гриппе. Но почему-то его назначают при многих вирусных заболеваниях. Я хочу еще пару слов сказать по поводу КТ, которую в первый год 2020 очень активно назначали. Причем даже и детям, что очень печально. Вот книжка Себастьяна Ланге. Здесь о том, насколько разная нагрузка при рентгене и при КТ. И существуют строгие критерии для компьютерной томографии. Когда рентгена недостаточно. При КТ это 6-10 зиверт. И при стандартной рентгенографии органов грудной клетки 2 сотых до 5 сотых зиверт. То есть это просто колоссальная разница. Люди должны это понимать. И еще по поводу того, что рентген должен делаться правильно. Вот вверху рентген на вдохе сделанный правильно. И рентген без. То есть человек вдох не делал. То есть что можно говорить о маленьких детях, о пациентах, тяжелых пациентах, которые вдох не могут сделать. И им приходится делать в лежачем положении. И соответственно врач, если будет делать выводы по поводу такого снимка. То есть от рентген-лаборанта еще тоже многое зависит. Простите, что показывает? Смотрите, КТ, конечно, это белое пятно, которое не до конца понятно, однозначно. Нам тяжело говорить, потому что никто раньше на вирусное заболевание, на грипп частности, никто никогда не делал КТ. Это правда. Мы с рентгенологами очень дружим. Они рассказывают, что они эти мантовые стекла видели и при гриппе. А то, как клоц, универсальная узнанка вирусной пневмонии. Никто раньше никогда по таким прицелам не рассматривал так вирусную пневмонию. Поэтому сейчас у нас столько зашлежит тупик тяжелой больной в реанимации, которая находится с большими проблемами, ну с легкими, с недостаточностью. И мы видим такую же картину, как студент КПИ, которого кроме температуры ничего нет. Мы это видим сплошь и рядом, каждый божий день. Поэтому КТ это стало для нас таким как бы альтернативным методом, чтобы диагноз ставить. Или мы пациент имеем мозолчик позитивный, или мы получаем на КТ массовое стекло. Если это равносильное, то мы не можем ставить четко диагноз, мы никогда не ошибаемся. Но КТ это, оно меняется очень медленно. Люди потом через месяц только начинают эту картинку исчезать. Они абсолютно нельзя прогнозировать степень тяжести. Я же говорю, абсолютно разные пациенты имеют одинаковую картину. Поэтому, как это не звучит глупо, мы возвращаемся к старому удобному рентгену. Потому что если на рентгене мы вирусы пневмонии не видим, мы на них прекрасно видим бактериальную пневмонию. Если мы видим на рентгене бактериальную пневмонию, то мы получаем полностью право антибиотики. Значит, мы понимаем, что это уже осложнение идет. Если на рентгене чисто, если вирусы пневмонии на КТ, антибиотики здесь не работают. Их можно давать как профилактику, как чтобы осложнение не было. Но нужно четко понимать, это не та пневмония. Ситуация абсолютно стабильная, прогнозируемая. Так, ну а тут уже по поводу аппаратов ИВЛ, которые массово применялись и продвигались в самом начале пандемии. 2020 год, я помню, это май, июнь. То есть на аппараты ИВЛ буквально человека с насморком, грубо говоря, нужно было устанавливать. То есть должно быть понимание, что аппаратам ИВЛ можно навредить, если это длительное его использование. Если это, допустим, человек идет на операцию, ему кратковременно ввели вот эти все препараты, мерилоксанты, чтобы расслабить мускулатуру, сердечно-сосудистые препараты, чтобы поддерживать его в течение операции. Там ингаляционные тоже все эти лекарства наркотические, они тоже бесследно не проходят. Это когда делается там на несколько часов, но если человек находится под аппаратом ИВЛ длительное время, там дни, то вот что, это блогер русскоязычный в Германии находится, вот он там освещает прессу. Многих пока лечили, а может быть не только, преждевременно, именно в начале прошлого года, неправильным лечением, то есть преждевременным подключением к аппаратам искусственного дыхания. И вот оказывается, что вот в газете ВЭЛ, да, тут платная версия, не могу доказать до конца, но уже по заголовку и поначалу понятно, что оказывается, возможно, конечно, тут напишут, что возможно, что из-за того, что за подключение к аппаратам искусственного дыхания платят больше, но это является более дорогим лечением, потому что страховки медицинские платят как раз больше, что из-за этого, ну, врачи преждевременно подключали людей к аппаратам искусственного дыхания, ну, и тем более была у них страховка от этого, от последствий, это рекомендация ВОЗ. Вот, ну, потихонечку все, все. Ну, а, соответственно, и это касается и финансовой нагрузки на лечебные учреждения, то есть нужно было покупать эти аппараты, к ним прилагаются, соответственно, и в штате должны быть анестезиологи, это должен быть не один из анестезиологов, чтобы они могли меняться в течение дежурства суточного, то есть это минимум 4 человека. Ну, и, соответственно, вот на данный момент имеем на простое большое количество этих аппаратов ИВЛ, за неимением не анестезиологов, если нету оперблока в стационаре, то есть в принципе он не нужен. Ну, вот так вот было. Ну, и всеми любимый витамин Д, который уже суют куда только не походи, для профилактики, для... А сами исследования по эффективности витамина Д, они практически на уровне БАДов, белых эффективных добавок. То есть это фармбизнес. У препарата витамин Д существует определенное показание. Это не ковид. То есть побочные действия витамина Д вообще не исследуются, но оно однозначно есть. То есть, ну, просто можно почитать, к чему приводит избыток кальция в организме, который будет, естественно, если этот витамин Д, то есть в принципе препаратами лекарственными не всегда можно помочь. Нам нужно помнить, что и у всех лекарственных препаратов есть и побочные действия. И вот показания для назначения... Совершенно конкретно для назначения витамина Д, и это совсем не профилактика дефицита Солнца. Екатерина Мусова. Это ее пост на Фейсбук от 20 июля 2022 года. То есть при появлении респираторных симптомов, позитивных тестов на коронавирусные, все эти вопросы, нарушения обоняния при этом, проблемы с ЖКТ, но при постановке этого диагноза нужно всегда помнить и про другие заболевания, которые протекают с повышением температуры, та же малярия, узнавать анамнез и прекращать вот эти увлечения антикоагулянтной терапией без показаний к этому, не глотать эти антибиотики налево и направо. То есть минимум лекарств и верить в свой иммунитет. Ну, естественно, если он еще сохранен. То есть при начальных симптомах достаточно обильное теплое питьево. Это, грубо говоря, там 2 трети чашки теплого чая каждый час. Сидеть дома при температуре, особенно если с лейкопенией, минимум 3 дня это без физических нагрузок, желательно находиться дома в помещении, не выходить. И замечательно, коронавирусная болезнь протекает в легкой форме, без осложнений. Ну, конечно, если пойти на работу, нагрузить себя, то буду моему-то еще моему. Продолжение следует...